Партийно-политическая система Ну вот давайте мы попытаемся ответить на вопрос, что такое политическая партия, потому что когда говорят партия, то это слово иногда употребляется в самых разных смыслах. Если его брать смысл филологических, то по-английски это часть. Правда? Но нельзя буквально брать филологический смысл и применять его как политический термин и как научный термин. Потому что говорят, вот у него хорошая партия, в том смысле, что нашел себе хорошую жену. Или сыграли партию в шахматы. Партию в шахматы. И один эту партию проиграл. Он какую партию проиграл? То есть он проиграл вот в этой конкретной данной игре и так далее. То есть, если брать в филологическом смысле слово партия, можно считать, что партия – это часть класса. Нельзя так считать. Почему? Потому что каждый класс для выражения своих интересов, для изучения своих интересов и для внесения этих интересов в класс, привлекает интеллигенцию, которая научным образом эти интересы выявляет. Поэтому в каждой политической партии находится определенное число интеллигентов, задача которых состоит в том, чтобы научно выяснить интересы этого класса и внести, и вносить вместе с другой частью партии в класс сознания этих интересов. Ну, а партии, что тогда получается? Можно дать очень короткое определение политической партии. Партия – это авангард класса. Авангард класса. Что значит авангард? Авангард – это передовой отряд. Правильно? Ну, что значит? Из кого состоит передовой отряд? Он состоит не только из членов этого класса. Скажем, если вы возьмете только членов рабочего класса, у вас политическая партия рабочего класса не получится. Почему? Потому что вот очень важная задача – научное выяснение интересов класса и внесение сознания этих интересов в класс – это задача во многом интеллигенции, которая служит классу. Какому классу может служить интеллигенция? Любому. Одни интеллигенты могут служить одному классу, другие интеллигенты могут служить другому классу. И все зависит от того, на какой позиции политической они стоят. А могут сначала служить одному классу, а потом изменить этому классу и начать служить другому классу. Такое тоже бывает в политике. Правильно? Так в чем задача авангарда класса, то есть политической партии? Задача авангарда – а. Осознать интересы класса, объективные экономические интересы класса. Б. Внести в класс сознание его интересов. И В. Организовать класс для успешной борьбы за его интересы. Ясное дело, что если речь идет об организации, здесь, скажем, никакими силами одних интеллигентов не обойдешься. В этом должны участвовать представители этого класса. И в достаточно большом числе. Вот это будет политическая партия. В политике, в которой есть классовая борьба за завоевание, удержание и осуществление государственной власти, в политике без политических партий ничего серьезного сделать нельзя. А. В свою очередь, без политики, своей самостоятельной политики, которую ведет класс, ничего серьезного в улучшении жизни класса сделать нельзя. Поэтому, как мы уже отмечали с вами, кто сторонится политике или думает, что можно прожить без политики, он, конечно, без своей политики проживет, но он будет объектом другой политики, политики другого класса. То есть, если вы не хотите заниматься политикой, политика будет заниматься вами. И человек, который в политике пытается оказаться, так сказать, безразличным, нейтральным, он оказывается щепкой, в которую бросают политические волны, и он никак не может на это повлиять. Тот, кто думает, что можно в политике что-нибудь сделать в одиночку, то он очень глубоко ошибается. Точно так же, как для того, чтобы сделать какие-то серьезные изменения в производстве нужна техника, нужен соответствующий инструмент. Точно так же и в политике. Если вы хотите добиться каких-то серьезных политических изменений, для этого нужны политические партии. На сегодняшний день, на сегодняшний день, если взять систему политических партий, в России, у нас порядка 80 политических партий зарегистрировано. Но вопрос ведь не в количестве партий, а всего, может быть, классов всего три. Значит, типов политических партий может быть только три. Партия – это партия буржуазии. Раз. Ну, скажем, под понятие буржуазных партий, я думаю, что вполне подходит. По крайней мере, три однозначно партии. Широко известные – это «Единая Россия» – раз. «Справедливая Россия» – два, которая все время говорит, что есть какая-то партия жуликов и воров, на кого-то намекая, но так и не называя. И ЛДПР. И надо сказать, если вы наблюдаете за теми процессами, которые будут в парламенте, то вы, наверное, заметили, что по мелким каким-то частным вопросам идёт там какое-то бурное обсуждение, когда по какому-то принципиальному серьёзному вопросу идёт голосование, вот эти три партии выступают строго заодно, как три головы одного змея одного класса. Три головы. И никогда друг с другом они не грызутся. Ну, видели, чтобы Жириновский пошёл когда-нибудь против лидеров других, двух партий буржуазных. Никогда. Хотя он вроде всё время тут воюет, ругается со всеми, а с кем он ругается? Ну, со всеми остальными. Такая у него есть. Значит, мелкобуржуазные партии. Эти партии, они из-за трудящихся, они из-за буржуазних, да? Есть у нас такие партии? Есть такая партия? Вот ТПРФ как раз такая партия везет. ТПРФ. Жиробочек выступает за трудящих? Выступает. Меры прогрессивные предлагает? Предлагает. Мелкий бизнес требует защитить. Интересы мелкого бизнеса выражает? Выражает. Ну, а в идеологическом плане, вот, скажем, до Октябрьского пленного прошлого года она стояла на позициях народовластия, что якобы есть народное государство. Ну, то есть, то, что характерно было для хрущевского периода, так сказать, хрущевизм, который состоял в том, чтобы отказаться от главного в марксизме, от учения о диктатуре пролетариата и заявить о неком народном государстве. А бывает народное государство? Вот Энгельс писал, что само соединение слова «народ» со словом «государство» оно нелепо, потому что пока государство есть, оно еще не отмерло, оно классовое. А когда оно будет уже народным, оно уже не государство. Правильно? Потому что весь смысл государства в том, что это машина, насилие для проведения политики господствующего класса. Нет господствующего класса – нет политики, потому что политика есть классовая борьба за завоевание, удержание, осуществление государственной власти. И нету государства. То есть это вся вот эта часть, относящаяся к партиям, политическим государству, праву. И это все часть на период до полного исчезновения классов. И вдруг мы наблюдаем, что КПРФ на Октябрьском пленуме прошлого года приняло решение о том, что надо работать в рабочем классе. И что пора начать говорить ленинским языком. Вдруг пора. Наступила для партии, которая считала себя такой. Но шарфы пришлось им выбросить, все, на которые было написано «народовластия, социализм», «народовластия» выкинули. Таких шарфов не носят больше ни на какие. И сказали, что Ленин говорил, что государство, ужасно, это диктатура пронятая. И записали во всех документах основных, что на переходный период от капитализма к коммунизму государство должно быть государством диктатура пронятая. Это правильно? Правильно. А то, что оно не только на этот период, а на период до полного уничтожения классов, и что оно может и отмереть, только как государство, диктатура пронятая, не записали. Упорно не записали. И поэтому от позиции Никиты Хрущева это отличается только таким образом. Хрущев предложил отменить и выгибнуть из программы учения о диктатуре пролетариата на известном этапе развития социализма, а КПРФ даже и до развития социализма не допускает, только на переходный период. То есть, если диктатура пролетариата должна быть на весь период до полного уничтожения классов, конечно, она и на переходный период. Но если она только на переходный период, то дальше уже опять может получиться всё то, что мы наблюдали в связи с отказом КПСС от диктатуры пролетариата. Поэтому эта партия и может быть охарактеризована в целом как мелкобуржуазная. А как же название коммунистическое? Во-первых, у нас зарегистрирована ещё партия коммунистов России. Потом, наверное, вы знаете, что из политической практики название не имеет решающей роли. И только что мы рассматривали пример, когда партия, которая в полное название у Гитлера называлась «Национал-социалистическая рабочая партия Германии». «Национал-социалистическая рабочая». Ну куда ещё дальше? И у большевиков называлось «Социал-демократическая рабочая партия». Но потом большевики переименовались в 1919 году на Восьмом съезде в РКПБ – Российско-коммунистическую партию большевиков. И это название было более точным. Но слово «коммунистическое» могут использовать не для осуществления действительно коммунистических целей, а для того, чтобы привлечь дополнительные слои трудящихся на период голосования, чтобы голосовали за эту партию и обеспечивали прибавку голосов. А за каждый голос на сегодняшний день в России поданный за парламентские партии стоит 120 тысяч рублей. Простите, 120 рублей. И, следовательно, если партия получает миллион, она получает 120 миллионов от государства для финансирования своей деятельности. Поэтому, если она участвует в выборах президента и получает там, скажем, полмиллиона, ну, 60 миллионов получает. Поэтому, несмотря на разговоры, которые при Ельцине были, что, вот, дескать, у нас де-идеологизация, а может такое быть, чтобы не было идеологии? Это вообще не может быть такое. То есть, это, ну, просто обман. Народы обман трудящихся. Без идеологии люди не живут. И идеология является классовым понятием. И либо одна идеология, либо другая. И третья идеология не выработала человечество. Либо человек может, так сказать, быть приверженцем одной идеологии, идеологии рабочего класса в настоящее время, либо приверженцем идеологии буржуазной, ну, и те, кто приверживается некого среднего пути, или у них каша в голове, и эта каша потом проявляет себя и, соответственно, и в действиях. Вот так вот пропагандировалась де-идеологизация. Де-партизация. А сейчас? А сейчас можно сказать, что российская буржуазия провела тотальную партизацию. 80 партий. Ну, это же через край даже. Вроде бы, сначала буржуазия поставила препятствия большие для создания партии, дескать, пусть его будет мало. Мы создаем, а другие пусть попробуют. 50 тысяч должно было быть для регистрации. Дескать, сразу рождается партия в 50 тысяч человек. Такое бывает? Вот у белой медведицы девчоныша рождается вот такой величины, с рукавицей. Пусть рождается сразу такой. У белой медведицы. Как может политическая партия сразу родиться? Потом взяли и вместо требований 50 тысяч, сейчас установили требование к образованию политической партии. Какой размер? Например, 500 человек всего. От скачок, смотрите, от 50 тысяч до 500. Но, чтобы ее зарегистрировать, как бы первая регистрация условная, вы провели съезд. А потом вы должны провести соответствующие учредительные собрания в регионах не менее чем в половине. То есть, большую-большую провести работу, иметь средства для того, чтобы объездить половину регионов России и везде провести соответствующие собрания, и представить документы, и зарегистрировать организации не менее чем в половине регионов. Если у нас там 80 регионов, то в 40 с лишним. В 41. А вот когда вы зарегистрируете там, если вы успеете это сделать в течение года, то да, вот регистрация партии, которая состоялась как партия, предварительная, станет окончательной. А если нет, то и нет. Поэтому по-прежнему для людей, которые не обладают большой суммой денег, регистрация политической партии представляет свои неимоверные трудности. И это очень сложно сделать. Ну, для большевиков это никакой трудности не составляло, потому что они не собирались регистрировать свою партию у царя, как вы понимаете. И даже казалось бы, им даже не нужно быть. Зачем регистрировать, если не собирать царя? Если я собираюсь вообще вас сбросить, чего я буду регистрировать? Правильно? Это странно было бы. Ну вот. Поэтому общая схема создания партии выглядит примерно так. Я ее бы обрисовал так, что надо взять 15 миллионов долларов. Если хочешь образовать в России партию, 5 миллионов сразу положить в карман. Ну, для начала разговора, как сейчас, как водится. Вторые 5 миллионов отдать тем, которые будут создавать региональные организации по регионам. А еще 5 миллионов долларов – это вы будете давать денежки тем, кто будет писать, что он вступил в вашу партию. Вот, получили денежку, распишите, что я вступила в партию. И одно условие – когда вам позвонят, допустим, проверять будут, вы вступили в партию? Ясное солнышко. Она скажет – да. Все. Больше других требований, никаких ограничений нет. Свобода. Поэтому партий у нас много. Реально действующих партий у нас очень мало. Значит, и даже если мы, скажем, КПРФ фиксируем как партию мелкобружазную, то как с партией рабочего класса? Можете вы сказать, что партия рабочего класса обладает… Есть у рабочего класса в России авангард. Но если это авангард, то это, наверное, такой класс, такая группа людей, за которую класс идет. Правильно? Если класс не идет за этой группой людей, она авангард или нет? Сейчас я пойду туда, а вы пойдете сюда. Буду я у вас авангард? Нет. Значит, надо, чтобы такая была группа людей, за которой есть у рабочего класса партия, которая была бы ее авангардом. Я думаю, что так ответить позитивно пока нельзя. Можно сказать, находится в процессе становления, как мы с вами уже научились. Что значит становление? Это единство бытия и нечто. Вроде бы и есть, кто-то и идет. А вроде бы и нет, потому что мало идет. И рабочий класс пребывает, так сказать, в соответствии с теорией о том, что общественное бытие определяет общественное сознание, погруженным в буржуазную идеологию и обладающий буржуазным сознанием. Поэтому им очень трудно создать свою партию, поскольку идеи у него в голове в большинства рабочих какие? Буржуазные. А какие могут быть в буржуазном обществе идеи? Был бы он в феодальном обществе, феодальные были бы идеи. У крестьян какие были идеи? Даже у бунтарей. У Степана Разина какие были идеи? Феодальные. Хорошего царя. Свернуть этого царя – и будет хороший царь. А все равно будет то же самое. Вот примерно такая картина получается, если мы будем рассматривать вопрос о партийной системе. То есть партийная система, много-много партий вроде как по названиям, а типов партий всего три. Из них такие, которые представляли собой вполне оформившиеся партии, два. Она, так сказать, к тому краю, который относится к рабочему классу, и одной-то нету, пока она находится в процессе становления. То есть есть и нет. На такое вот назначение могут претендовать два общественных объединения – РКРП и Рабочая партия России. Но они действуют на правах общественного объединения. Они под такие критерии количественные, которые даются для регистрации политических партий, не подпадают. Поэтому они действуют на правах общественных объединений. А объединения вы можете любые создавать. Хотите вот «Желтое солнце» – создайте объединение и работайте. И никто вам не будет мешать. Для этого не требуется никакой регистрации по закону в общественных объединениях. Надо избрать руководство, утвердить свой устав. И сами его и читайте, и сами и действуйте, как хотите. Никого это не волнует, ваше общественное объединение. Демократия. У вас есть общественное объединение? Не создали еще? Можете создать. Вот как раз вот закончится лекция. Создайте 10 человек. 10 человек. Изберите руководство и творите. Друзья, кинофилатели, листы. Какие хотите объединения. А скажем, можно создать объединение партии 45. Имеется в виду 45-я аудитория вот эта. Хорошая же аудитория? Любители этой аудитории. Хорошая. Лучше же нет у нас аудитории. Правильно? В этом здании, по крайней мере. А может, и в университете нет. Я вот лучше не видел. Хорошая партия такая. Ну, а на правах общественного объединения. Ну, когда у вас будет таких вот в каждом регионе по организации, ну, тогда можно уже претендовать на политическую партию в полной мере. Тогда мы уже приходим к оформлению, в такую правовую систему. А право что такое? Кто скажет? Право что такое? Не знаете, что такое право? Еще не сталкивались с правом? Не будете знать, что такое право. То столкнетесь с правом. Право что? Я к людям в черном обращаюсь больше всего. Они так больше, такой у них больше, юридический такой вид. Так право что? Не скажете? Вы что, партизан? Вам сказали не говорить, да? Если будут спрашивать, ни за что не удавать. И вы не скажете, что такое право? Нет. И вы? Так. Кто же скажет, что такое право? Ну, лево вы знаете, что такое право. Если по вашей роли, то это защита интересов правящего класса. Как еще раз? Защита интересов правящего класса. Правящего класса я услышал, а перед этим? Защита интересов. Защита интересов. Если защита идет, то есть бьют дубинку митя по голове в интересах правящего класса. это право, да? Ну, что-то есть, что такое, вот что-то есть. Но все-таки эта формулировка все-таки право, оно же обычно бумаги пишется, а не просто вот так подойти и дать по голове, это не право. Как-то это больше похоже на произвол. Хотя, может быть, и право такое есть. Если дано право, например, если нет, полицейские могут, скажем, таким правом обладают, если им кажется, что вы нарушили порядок. Вот нам такое право не дают. Подойти к студенту, который не знает, что такое право, и стукнуть его. Нам не дают, скажут. Это, значит, что же начнется тогда, что-то будет. Нет, у нас это уже давно преодолено. Так что, что же такое право? Это как-то гордо, так сказать, громко. Ясно. Регламентация свободы действия. Видите, как вот свобода, ну, регламентированная свобода. Это туда не ходи, сюда не ходи, туда идти. Что можно делать? Да. Ну, вот, то, что можно делать, перечислено на одной страничке, а то, что нельзя делать, на 233. Будет по рекламентации. Но что-то в этом есть. Ну, были люди, которые придумывали хорошее определение. Они думали о студентах. Как студентам запомнить, тем более им сдавать экзамен. Поэтому они это очень простые давали определение, и понятные. Вот Маркс, например, говорил, право – это возведенное в закон воле господствующего класса. Ну, хорошо же. Хорошо же сказано. Право – это возведенное в закон воле господствующего класса. Есть такой анекдот про юриста. К юристу приходит, гражданин говорит, имею ли я право? Он говорит, да имеете, имейте. Я ещё не спросил. Имею ли я? Да имеете, имейте. Ну, имею ли я право? Да имеете. А могу? Нет, не можете. Вот она, регламентация-то пошла. То есть право есть возведенное в закон воле господствующего класса. Что значит возведенное в закон? Это значит, что это такие письменные нормы, письменно выраженные нормы, за которыми, за невыполнение может быть наказание. И не может быть, а предусматривается наказание. Да? То есть меры государственного принуждения применяются. В случае, если эта норма не исполняется. Если это норма, которая не предполагает никакого государственного принуждения, а написано, если написано, строго выполняйте, ходить в жёлтых кофточках. Только. Ну, никакой ответственности нет. Это не правовая норма. Правильно? А вот если не будете ходить в жёлтых кофточках, и будет вам штраф или уголовная ответственность. Почему пришли не в жёлтый? Сказано было в жёлтый. Вот это тогда уже будет право. Право – это возведённые в закон, воли господствующих. А закон – это не просто бумага или утверждение. Это такая норма, которая предусматривает наказание, государственное принуждение, наказание тех, кто не исполняет эту норму. В соответствии с этим в нынешнем обществе как выглядит состояние, что я могу делать? Вы можете А. Делать то, что разрешено. Вот, например, делать то, что разрешено, пожалуйста. Написано – разрешается. То-то-то-то, пожалуйста. Второе. Делать то, что не запрещено. Вот некоторые уже пользуются тем, что не запрещено прыгать с 15 этажа и прыгать парами. Недавно выпрыгнули девушки две. Они не испугались никакого наказания, тем более, что оно не предусмотрено и сами себя наказали. И третье. Можно делать то, что запрещено, но меры ответственности меньше, чем выгода, которую ты получишь. Поскольку сейчас построен строй на выгоде, ну, если я получил больше прибыли от того, что я сделал, после того, как уплатил штраф, ничего страшного. Уплатим небольшой штраф, зато поедем. Поэтому, когда вы поворачиваете, допустим, едете на серьезном автомобиле и поворачиваете туда, где нельзя повернуть с точки зрения ГАИ, и вас встречает ГАИ, вы просто должны открыть форточку, достать 100 долларов и спросить, это платный поворот? Он говорит, да, платный. Отдать ему деньги и поехать дальше. А если он будет что-то говорить про протокол, ты должен что сказать? Сколько мимо вас приезжает людей, а вы должны быть экономистом. Смотрите, сколько вы уже потеряли, пока вы будете составлять протокол. Так что не теряйте время, давайте, работайте. А вот есть такое понятие, как права человека. Это какое такое право? Это какого человека? Фамилия человека? Что за человек? Как понять права человека? Не слышали такое? Те права, которые человек получает при рождении. От кого? Оттуда? От нашего последнего этажа. Откуда права он получает? Откуда я получу права? Вот видите, вы начали думать и задумывались, да? И правильно задумывались. От кого получает? И вот задумывались и другие люди. Вот Чернышевский задумывался над этим и с такой афоризм разгласил, что что означает права человека? Каждый может есть на золотом блюде, если оно у него есть. Это вот самое яркое выражение прав человека. У вас есть золотое блюдо? Попросите у меня лизнуть. У меня, правда, нет, нет, но я могу попросить в деканате. Скажу, нам нужно для лекций. На один раз. Мы потом протрем спиртом. На самом деле, это не вопрос просто шутки, а на самом деле серьезный вопрос. Ведь была декларация, которая была связана с эрой прихода буржуазии к политическому господству. Как называлась декларация? Буржуазная революция, самая известная. Декларация прав человека и гражданина. Как бы тут, как бы, человек, да еще и гражданин, или он тот же самый человек, он же и гражданин, да? И что там в ней записано? Право на жизнь. То есть, оказывается, на жизнь не только надо родиться, еще и право получить. И без декларации, как бы люди этого права не имели, а рождались без всякого права. То есть, это буржуазия решила этому положить конец, что рождается просто без всякого права, пускай сначала, ну, отнять его тоже не удается, тогда и записать, что у вас есть право на жизнь. И есть у вас. У комара есть, и у вас есть, и у вас все хорошо. Мы добрые. Это ничего не требует. Никаких расходов на это не требуется, на то, чтобы прогласить право на жизнь. На жизнь. Потом право на свободу. Да? Какую свободу? Которая рассматривается как абстрактная свобода. Вот в том виде, в каком я сказал. В том виде, что вы можете есть на золотом блюде, если оно у вас есть. Если у вас есть жилье, то и живите. А если нет, то радуйтесь, что у вас есть право на жилье. Вот когда вы увидите бомжа на помойке, вы ему разъясните, что жилья у него нет, ну пусть не расстраивается. Право на жилье у него есть. Жилья просто нет. А право есть. На частную собственность там записано было право вот этого человека. Спрашивают, какого человека? Это человека буржуазного общества. Право на частную собственность. Если у вас есть собственность. Ну нет у вас. Ну право-то есть. У вас есть вот частная собственность? Есть? Какая-то частная собственность есть. Есть, да? Квартира приватизирована у вас? Нет. Нет? Что с вами разговаривать? Нет? Хочется с частным собственником поговорить. У меня, например, есть вразливе 548-х владения. У меня есть частная собственность. Это если у вас нету, даже мне интересно как-то общаться без... Вы декларации не соответствуете человека и гражданина. Вас за человека не считаются. У вас нет частной собственности. Я с вами здороваться не буду. А? Это не частная. Частная, это даже средства производства. А это что, предмет потребления? Это у всех даже вот такие пиджаки в тюрьме есть. С чего показывать это? Удивили. А земельная собственность есть у вас? У меня тоже нет. У меня только домовладение. Земля государственная. Ну, все-таки у меня есть что-то. Ну, может, у вас дядя есть в Америке, у него частная собственность. Может, наследство есть у вас? Нет? Ну, вы подумайте. Пока не будем с вами разрывать отношения, вдруг будет у вас наследство. Тогда можно будет и обсудить как-то товарищам, помогать надо. Так. А вот была в революцию социалистическую, которая прошла в России, другая декларация. И как она называлась? Вообще, это нормально, что каждая революция, каждый класс, когда делает революцию, проглашает свою декларацию. Правда? Нормальная. Вот буржазей такой прогласил, вроде как она за всех. А с другой стороны, если у вас ничего нету, то и все ваши права пустышка. Абсолютная пустышка. Право у вас есть. Хотите, право вам дам ездить на лендеровере. А лендеровер есть у вас? Ну, когда будет, вот право у вас будет. А сейчас, зачем вам? Ну, право у вас есть? У вас есть право в семикомнатной квартире жить? Есть. А квартир есть? Нет. Ну, извините. Право вы чувствуете, право у вас есть же? Поэтому дело за мелочи, за сущие ерунда. Выложить там изрядное количество миллионов и дело в шляпе. Труднее всего тем, у кого эти миллионы есть. Представляете, вот если у меня есть миллионы долларов, у меня вот голова забита, как третий остров купить? Вот у вас такой мысли нет. Вот вы сидите тут и обдумываете исторические всякие идеи. А мне не до идей ваших исторических. Мне надо вот там всё платить, там из офшоров перетащить туда-сюда. Как мне тяжело. А вам легко. Так. Итак. Так какая декларация была в Великую Октябрьскую Социалистическую революцию? Декларация, правда, удачися. Кто сказал? Молодец. Вот. Я знал, что он не зря прикрывается, там у него компьютер есть, он сразу, раз, сразу набирает и вычитывает оттуда. Нет? Значит, в голове компьютер у него. Это лучше. Декларация прав трудящихся эксплуатируя народа. А что в этой декларации? А в этой декларации очень простое содержание, что каждый трудящийся имеет право на освобождение от эксплуатации. раз, и для создания общества без эксплуатации, социалистического общества на всей земле. И эта декларация прав трудящегося эксплуатирования народа прямо противостоит декларацию прав человека и гражданина. Пустой. Потому что, так сказать, мало того, что, значит, у вас жизнь есть, надо еще право на жизнь получить. Дескать, еще обсуждалось, давать вам право на жизнь или нет. В общем, судя по тому, что у вас частной собственности нет, зря вам дали право на жизнь. Вы не воспользовались. Но будете работать на тех, у кого есть такое право на частную собственность, реализованную, будете работать и обогачать. Так. Ну вот это очень важное понимание права, потому что, скажем, Гегель до этого не дошел, поскольку он вообще до исторического материализма не дошел, если он идеалист, как он дойдет? И поэтому у него вот гегельская философия права, она не удовлетворительна с точки зрения науки, и она просто есть оправдание русского государства, русской монархии. И выставляет ее как некую вершину. То есть даже такой человек, как великий, как Гегель, и тот не мог в этом вопросе разобраться. Почему? Потому что без исторического материализма такие вопросы которые относятся к сути исторической науки, их так не решишь. Ну, а право уже оно делится правое. Оно письменное, конечно. Потому что нормы эти, когда считаются они нормой? Если какое-нибудь постановление относится к одному лицу, это правовая норма или нет? Нет. Если это к двум лицам относится, это уже норма. И вы, и я должны соблюдать. Правильно? Поэтому под нормой понимаются такие установления, которые касаются нескольких членов общества, как минимум. И дальше идет деление на всякие отрасли права. Во-первых, есть право гражданское. Что значит гражданское право? Гражданское право это право юридических лиц. Как получить юридическое лицо? Очень просто. В современной России никаких проблем получить. Как отвязаться от него? Это очень трудно. А вот получить юридическое лицо, вот у вас сейчас на меня смотрите, хотите юридическое лицо получить? Советы вам быстренько сделать ООО. Знаете, что такое ООО? Это общество с ограниченной ответственностью. Поскольку мне пришлось в двух ООО быть директором, а в одно еще и собственником с капиталом 40 тысяч, с капиталом 40 рублей, то я могу вам это объяснить, как это делается. Вот вы собираетесь в собрание, вот читайте, что вы сейчас сидите на собрании, вот вы лично. Не нужно других людей в это впутывать, зачем вам эти компаньоны с ним, а то и потом то и потребуют делиться. Не надо, может вам потом перейдет Балтийский завод, он же тоже ООО. Поэтому сначала надо учредить. Вы учредили? Пишите прямо, доставайте страницу, пишите. Протокол собрания. Первый пункт. На протокол присутствует членов, надо название придумать. Как у вас будет называться ООО? Историк. Ну, хорошее название. ООО-историк. Встречали такие? Нет? Я не встречал. Давайте так вот. Если там будут какие-нибудь проблемы в смысле того, что кто-нибудь еще и учредил, тогда придумайте свои, поставите какие-то цифры, которые обозначают год и месяц вашего рождения, там, номера. И точно уже такой не будет. И все. В кавычках. Это никого не волнует. Важно, важно, чтобы название у вас было свое. Второе. Собрание. Присутствует. Сто процентов. Кто? И пишите свои. Иванова, Иванова, Ольга Петровна, к примеру. Сто процентов. Один. Сто процентов. Слушали, а в учреждении протокол. Кто вел? Председатель. Вы? Секретарь. Кто? Опять же вы. Слушали об учреждении ООО. История. Постановили учредить. Колоссовали. Единогласно. Ладно, ни с кем не надо спорить. Что тут обсуждать? Бухгалтером. Как? Генеральным директором. Кого назначим? Ту же самую. Иванову, который учредитель. Правильно? Ну, что распляс? Можно, можете назвать и другого назначить. Зачем вам другой? Надо все в кулаке держать. И вы новый. Так, бухгалтер. Обязательно нужно. Без бухгалтера не может быть. Ну, на первых парах можете и бухгалтера себя назначить. Потом, может, наймете другого. Если развернетесь. А не развернетесь, зачем вам бухгалтер? Что считать-то собираетесь? У вас ничего нет тут. Так. Теперь надо в уставной капитал что-то заложить, чтобы получил 10 тысяч рублей. Заложить надо, но никому передавать не надо и денег не требуется. Что у вас есть? Так. Это вот сколько стоит этот компьютер? Компьютер сколько стоит? 20 тысяч. Ну, примерно. А там никого не волнует. Компьютер вложили и все. Хватит. Есть у вас компьютер? Нет, никто не проверяет. Я вам точно говорю. Как профессор по кафе экономики и права. Никто не проверяет. Никого это не волнует. Пишите компьютер. Ну, номер можете написать. Какой? Ваш или чей? Ну, она туда дает. Никому нести не надо. Показывать не надо. Никто при регистрации это не спросит. Но написано должно быть не меньше, чем 10 тысяч. Когда я регистрировал о редакции газеты «Народная правда», там нужно было 40 рублей. И я был магнатом потом там. У меня было две трети. Две трети в этом обществе от 40 рублей. Ну, потом его закрыли мы, а хорошее было общество. Так. Ну, идете на регистрацию и вас регистрируют. Как только зарегистрировать, раз будете сдавать раз в квартал отчеты, налоговую инспекцию, тогда вы пожалеете, что вы зарегистрировали. И будете у вас будет юрлицо. А вы физическое лицо физики, а и юрики, то есть юридическое лицо. А вот юридическое лицо будет вам письма присылать, что вы задержали отчет. Если отчет, вот будете ноль-ноль. Почему прибыли нет, будут спрашивать. Что это за юридическое лицо? ООО не дает прибыли. Значит, давайте какое-то действие. Вы в уставе написали? Устав еще зарегистрируйте обязательно. Регистрируйте, у вас будут устав. Надо устав. Ну, как пишется устав? Берешь какое-нибудь ООО и пишешь про историк все то, что написано в зарегистрированном ООО. Что вы можете, допустим, землю покупать, хоть под Кремлем всю землю купите, если она у вас, если денег будет вам хватить. И можете делать все, что угодно, вот так все и пишут. И это могу и продавать, и производить, и торговать, все, что хочешь. И вот, ну, на банковскую делиться надо лицензию. Так просто не получится. Мало награбить где-то деньги, надо лицензию получить. То есть заплатить деньги, чтобы вам дали лицензию. Ну и, пожалуйста, вот и сдавайте отчеты. А если у вас никаких идей нет, как развернуть какую-то деятельность, ну, так и будете ходить и отчитываться перед налоговой инспекцией, пока не закроете, потому что она вам надоест. Так что вот с юридической стороны, ну, есть можно выбрать, если у вас вдруг капитал есть какой-то, то сделайте открытое акционерное общество. АО. Или просто акционерное общество. Есть еще такая форма, как командитное товарищество или товарищество на вере в Гражданском кодексе. Вот представьте, на вере товарищей. Сколько народа обманули, а есть прямо в Гражданском товарищество на вере. Вот поверьте мне, все будет хорошо. Если деньги у меня передадите, я, возможно, их и не истрачу на свои личные нужды. И в этом командитном товариществе товарищество на вере есть полные товарищи. Это не толстые товарищи, а почему-то считаются они полные товарищи и неполные товарищи. Вот такое записанное в Гражданском кодексе я еще не встречал в практике, ни разу не видел живого человека, который бы зарегистрировал или входил в это самое товарищество на вере. Видимо, сейчас с этим делом с верой в нашей экономике тяжело. Ну и, так сказать, собственно говоря, были вот ЗАО закрытые. Сейчас вроде как ЗАО этих уже не регистрируют. И, так сказать, пожалуйста, и хозяйствуйте, если у вас есть чем хозяйствовать. В соответствии с тем, что говорил Чернышевский, каждый может есть на золотом блюде, если оно у вас есть. Если у вас есть чем хозяйствовать, если есть какие-то деньги, на которые вы что-то купите, какие-то средства производства, вы что-то будете делать, и тогда вы будете нанимать тех, у кого ничего нет, которые свободны, как птица. Но свободны, как птица, но не свободны от голода. И они к вам прилетят, эти птицы, и вам остается только их кормить. Но после того, как поработать, так-то не кормите зря. И все будет тогда хорошо у вас, в вашем уме. То есть, вот, так сказать, юридически закреплена воля господствующего класса к организации экономической жизни общества. Но еще не только экономически. Есть уголовный кодекс. В уголовном кодексу есть серьезные статьи, такие глубокие, сильные. А есть статьи не очень сильные. Вот по мелким нарушениям есть дознание такая организация. Дознание. Такая интересная формулировка, очень диалектическая. Дознаватели – это не следователи. Следователи занимаются крупными вопросами, за которые там года четыре можно получить, два с половиной. Ну, а если это вот какая-то мелочь, штраф без отсидки, то вот дознаватели с вами занимаются. А что значит дознаватель? Дознание. То ли я еще и знания не имею, еще ничего не знаю, уже наказываю. Дознание. То ли я уже почти все узнал, немножко дознать, и можно сажать. Это дознание в другом смысле. Ну, так называется. А если все серьезно, то следователи. Потом вот у нас очень демократическая система, правовая, она означает, что вот так просто взять человека и куда-то там потащить нельзя. Сначала нужно подозревать его. Вот подозревая вас. Если я подозреваю, то вы можете быть задержаны, как подозреваемые. Сначала для выяснения личности у вас паспорт с собой? Нет? С собой? Не могу вас задержать. У кого нет с собой? Поднимите руку. Молчат, смотрите, уже укрываются. Неужели у всех паспорта? Вот дают. В общем, если паспорт не с собой, можно до трех часов задержать. Спокойно. Вот, остановить. Для выяснения личности. Неизвестно, что у вас за личность такая. С виду непонятная личность. Ну, если и паспорт есть, нельзя задержать. А просто можно по подозрению в совершении преступления. Это запросто можно задержать. И паспорт вам тут не поможет. Подозрение может быть? Может быть. А если вы подозреваетесь в тяжком преступлении, в тяжком, ну, скажем, в том, что вы убили 10 человек. Подозреваетесь. Никто не доказал, что вы убили. А просто вот подозреваетесь. Подозреваетесь. Тогда можно арестовать до 10 дней, продержать без предъявления обвинения в СИЗО. То есть вот вы будете сидеть 10 дней в СИЗО, там хуже, чем в тюрьме, намного. Это все знают. И обвинение вам никакое не предъявляется. Но больше, чем 10 дней. У нас общество демократическое. Без предъявления объявления уже нельзя. Через 10 дней или нам надо предъявить вам обвинение, расписать, что вы там нарушили и как. А вы тогда будете иметь право нанять адвоката и защищаться. Ну, если не предъявят обвинение, значит, вас выпустить надо. Обычно не выпускают, а придумывают какое-то обвинение. При этом вы будете просто обвиняемы. Ну, и со всеми правами. Свободный человек. Вы ещё не... Только обвиняемый, не осуждённый и даже не... Неподсудимый. И вот вы в качестве обвиняемого можете находиться... Сколько? Ну, так грубо. Ну, примерно 2,5 года. Потом вам предъявят дело, допустим, 50 томов, как вы убивали этих, расчленяли и так далее. Вы будете это читать, эти 50 томов, делать свои замечания, а вас будут требовать, чтобы вы скорее читали, чтобы передать в суд. Ну, если вы... При этом вы... В таких случаях применяются меры пресечения. Если у вас 400 тысяч есть с собой, нету, ну, тогда мы вас в СИЗО заключим, да и всё, чтобы вы не могли скрыться от следствия и повлиять на показания свидетелей. Ну, если у вас есть 400 тысяч, залог 400, и у вас по домашний арест. И браслетик вам на ножку. Так, а потом, вот вы прочитаете, готовы к защите, вам уже обвинительное... Это обвинение вам принесли, в чём вас обвиняют. А потом дело передаётся в суд. И вы уже тогда кто? Подсудимый. А ещё не осуждённый. А в суде, вот вы пока всё это мытарились, заболели. Заболели, вам предлагают операцию в тюремной больнице. Как? Вот что-то не все соглашаются в тюремной больнице делать серьёзную операцию. Ну, сидите тогда до выздоровления, и там может пройти так два с половиной года, вы как бы за судом. Уже пять лет прошло, а вы на свободный человек со всеми правами. Но в СИЗО, правда. Не дома. Пять лет прошло. Ты не расстраивайтесь, там за деньги вечером может домой позвонить. Это не предполагается правом, но по факту. Если деньги есть. Потом там раз в месяц можно вам передачу, но там есть рядом вот дверка, можно заходить на экскурсию там в кресты. Никто вас не заберёт. Зайдите там, откройте дверку, а там вот 10 рублей заплатите, и тогда вам на компьютере насчитают, и это до завтра получит тот, кто там сидит в СИЗО, от вас в передачку. Он же ведь прав-то нерешённый, он же неподсудимый, и даже он ещё и, тем более, не осуждённый. И вот, наконец, человек отсидел, и вдруг оказалось, что он ничего и не нарушил. И суд показал, что он невиновен. И в зале суда его освободил. И тогда тут и прокуратура вмешивается. Правда, она обвинителем была, а тут прокуратура в конце судебного заседания выходит, прокурор и говорит, от имени Российской Федерации приносим вам извинения. И всё. И вы можете, если хотите, подать в суд на компенсацию морального вреда, который вы получили. Если вас ещё не трясёт от пребывания в этих учреждениях юридического плана, ну, может, отсудите миллиончиков-полтора, а может, пола, пятьсот тысяч, а может, у вас инфаркт хватит, когда вы снова будете судиться уже. По-разному может быть. Ну, вот так это выглядит на практике, так что каждый у нас человек свободен, и в соответствии всё строго по закону, а закон представляет собой нормы права, а право, возведённые в закон воли господствующего класса. Ну, а раз суд – это орган государства, который есть орган господствующего класса, то на чьей стороне стоит суд? На стороне какого класса? господствующего класса. Но он по-умному уже стоит, то есть, вот он даёт же иногда выиграть. Вот даже напёрстничек, и для того, чтобы вас затянуть в какую-то игру, дают вам выиграть один раз, два раза, потом вы всё проиграете. Раз выиграете, два, чтобы вазар человек вошёл, а потом все деньги у него заберут. Так и здесь. некоторые выигрывают, другим говорят, а вы обращайтесь, когда проиграете и районный суд идите в городской, потому что решение первой инстанции не входит в законную силу десять дней. В течение десяти дней вы можете опротестовать. Не успеваете, подайте летучую жалобу, то есть, не согласен с решением суда, вот, а по получению решения суда письменного напишу полное решение. И, так сказать, уже это действие, решение районного суда не входит в законную силу. Потом в городском суде вы благополучно проигрываете, оно входит в законную силу, но вы не расстраивайтесь, вы можете подать в суд верховный порядки надзора. А если верховный суд примет не то решение, то вы можете в президиум верховного суда подать тоже в порядке надзора. Но если не выиграете, ну, можете обратиться в Европейский суд по правам человека. Там придется вам написать, если ваша фамилия Иванов, Иванов против России. Так придумана документация в этом европейском суде, чтобы человек, который вздумал подавать в Европейский суд, был поставлен в положение противника не своего государства. Это было бы нормально. Государство, это же машина на насилие для проведения политики господствующего класса. В государстве бывают бюрократы, чиновники, коррупционеры. Но против российского государства еще куда не шло. Нет, там будет документ стоять такой, Иванов против России. Вот если вы выиграете в борьбе против России, а жить собираетесь в Россию и вы, посмотрим, какая у вас будет жизнь, если вы выиграете против России. А если не выиграете, против России трудно же выиграть, правда? То, скорее всего, вы не выиграете. А если там кто выигрывает, то процесс идет лет шесть, семь, восемь, девять, десять. Там некуда спешить. И вам будут бумажки присылать, вы будете по этим бумажкам что-то делать. Короче говоря, люди, которые это все знают, советуют сразу обращать, а с чего там европейский суд? Сразу у нас есть же мировой суд уже. Мировые суды. Давайте прямо в мировой, к мировому суде. Хотя мировой судья это самый низкий уровень судопроизводства. Вот выглядит так эта вся политическая система государственная. Ну, а если вы выиграли, вот вы у меня выиграли пять тысяч, что будете делать в суде? И есть решение суда. вам я должен теперь пять тысяч. Что дальше? Что вы сделаете, если вы должны, я должен вам пять тысяч, и есть решение суда. Ну, кто будет со мной дальше? Продолжайте. Вы собираетесь у меня пять тысяч получить? Ну, я-то вам не отдам так-то просто, что вы придете ко мне и скажете, дай пять тысяч. Нет, все должно быть по закону строго. Вы суд, судебное решение получили? Получили. Повесьте его себе на стенку и любуйтесь на него. А деньги-то я не собираюсь вам отдавать. Что вы будете делать? Помогите товарищам. Пять тысяч нужно получить. Они пригодятся, что ли, деньги? надо пойти в этот же суд с этим решением, которое вы получили, с печатью, и попросите исполнительный лист, потому что никого это ваше решение не волнует. А вот по исполнительному листу вы можете начинать процесс исполнения решения. Получили вы исполнительный лист, куда идете с ним. Идете вы с ним в районную службу судебных приставов исполнителей, к старшему судебному приставу исполнителю соответствующего района. Вот если это Смольнинский район, там на Лиговскую 48, туда во двор, потом второй двор, и там есть здание, и там как муравейники эти судебные приставы исполнителей друг с другом на голове сидят, обложены бумагами, потому что этих исполнительных листов гораздо больше, чем времени у судебных приставов исполнителей их исполнить. И вот вы пришли к старшему судебному приставу исполнителю, и судебный пристав исполнитель принял к исполнительному производству. Только вы копию это сделаете, list of в одиннадцатом экземпляре, а то больше не увидите никогда его. И вот открылось исполнительное производство, и вам назначили судебного пристава. девушку, какая будет исполнять. Что она будет делать? Вы к ней приходите и говорите, как мои 5 тысяч? Все хорошо с вашими 5 тысячами. Так когда я их получу? Вот не знаем, сейчас напишем этому вашему. Кто вам должен? Кто вам там должен? Вот пусть напишем ему, согласны ли вы добровольно выполнить решение суда по исполнительному листу такому-то. Что я отвечу? Что я отвечу? Как вы думаете? Если мне пришлют такую бумажку? Согласен. Подпись. И отдал обратно. Согласен, это же не деньги. Деньги-то у меня остаются. Бумажка туда. Действия ваши. Вы опять приходите к судебному приставу исполнителя. Как мои 5 тысяч? А вот он сказал, что согласен. Ну так ничего не дает. Давайте еще напишем. Опять пишется письмо. Что я отвечу на это письмо? Согласен ли я добровольно? Согласен. Согласен. Дальше пошли. И так дальше, дальше, дальше. Тогда судебный пристав исполнитель накладывает в меня штраф. Тысяча рублей. Имеет право. А я тогда подаю в суд на судебного пристава исполнителя, что он вместо того, чтобы выполнять законные решения, занимается администрированием. А в суде... У меня все-таки 5 тысяч, и она могла их немножко поделиться с адвокатом. И мы вдвоем как навариваемся на этого судебного пристава исполнителя. И он проигрывает в суде. Вы-то тут как бы в стороне со своими претензиями на 5 тысяч. А судебный пристав исполнитель проигрывает. А если он не проигрывает в первую инстанцию, мы его в вторую пошлем, в городской суд и так далее. В общем, эти вы будете добиваться, этих 5 тысяч. Очень долго. Пример. Мавроди все знают. Ну что, Мавроди, взыскали с него денежки? Что? Нет. То, что он проиграл, и то, что он обязан выдать деньги эти, это принято решение. А денежки-то с него взяли? Нет. Никакие денежки он не отдавал. А судебному приставу исполнителю и он даже штраф в тысячу рублей не платит. А почему? А он говорит, а зачем? А они тогда на его наказывают, если он штраф не платит, злостно там, раз не платит, два не платит, они имеют право на 15 суток его штрафовать. Ну, он посидит 15 суток. За столько миллиардов, сколько он уже забрал у людей, можно 15 суток-то и посидеть. Правильно? Это он как бы на заработки сходил. 15 суток посидел, и у него там, сколько, 6, 7, 10 миллиардов в руках остаются. Нет, никто у него ничего не забрал. Я, правда, знаю секрет, что нужно сделать, но люди, которые это делают, они как бы скрывают от народа, что можно сделать. Вообще-то, не выполнение решения суда по Мавроди, а может быть основанием для возбуждения уголовного дела, а не выполнение решения суда. Но те, кто рассказывает про действия судебных приставов, они так делают вид, что они этого не знают. Но я на всякий случай вас информирую, что если кто-то не выполняет решение суда, то может быть возбуждено уголовное дело в суде с невыполнением решения суда. Но может это и не быть возбуждено, потому что кто будет возбуждать? Я же буду возбуждать, и не вы. А вы придёте к тем, кто должен возбуждать, а тем не хочется возбуждать уголовное дело. Это вот вы любите за те же деньги большую работу? Не любите. И они не любят. Зачем? О, говорят, что мы будем, перспектив мало в этом уголовном деле. Так как оно получится, да как вы докажете, и не возбуждают. Что вы не обязаны возбуждать? Никто не обязан возбуждать. Можете жаловаться на них. Например, жаловаться сейчас очень просто у нас в России. На кого вы хотите пожаловаться? Есть какие-то у вас проблемы, что у вас что-то не решено или не сделано? Пишите сразу президенту. Рассказать, как писать. Берёшь компьютер, у вас вот компьютер стоит, набираешь письмо открывается сайт. Пишешь фамилии, имя, отчество, студент того, сего, пятого, десятого, кто положение социальное, студент. И дальше суть. И пишите, дорогой Владимир Владимирович, я знаю, что вы не все равно не прочитаете, но я надеюсь, что ваши работники мне помогут и что просите? Потом вас спрашивают, куда вы хотите послать эту вашу ерунду? Или этому президенту, или в главе администрации. Я говорю, в администрации у нас Сергей Борисович Иванов из нашего же университета был, с филологического факультета. Можете ему. Вам спрашивают, вы хотите, чтобы вам в электронной форме ответ пришёл, или письменный? Ну, лучше с письменной, потому что у вас, там будет написано президентская конверт, и будете всем показывать. Не важно уже, что вы там просили, но вот покажете, вот у меня письмо от президентской. А у вас есть президентское письмо? Нету, а у меня есть. Вот, будете показывать. Так что лучше пусть письменно шлют. И вам пришлют. И вам не на почту идти, не на марки тратить, ничего не надо, всё сделано. Есть там специальные в администрации президента службы, которые всё это берут на учёт, и в месячный срок вам точно будет ответ. Какой ответ? Направили туда-то? Куда? Вы из какого министерства? Высшее и среднее специальное образование? Вот туда и отправят. Потом пришлют куда? Оттуда кому? Ректору. От ректора кому? Абдуллия Хамедовичу. Абдуллия Хамедовича пригласит вас, скажет, ну, чего вам надо? И тут вы побеседуете. Он скажет, чего вы не хотели сразу со мной побеседовать? Я от вас не прячусь. Так что вот, ну, по крайней мере, никто не уклоняется от того, чтобы у вас рассматривали всякие жалобы и заявления. Я вам рассказываю примерное состояние демократии у нас на сегодняшний день. Как она есть. Ну, бывают некоторые фалктуации. Иногда могут направить и другое место письмо. Например, вы можете по какому-нибудь вопросу вас волновала ситуация в Сирии и направить в Совет Безопасности письмо товарищу Патрушу, секретарю Совета Безопасности. А председатель Совета Безопасности знаете кто? Путин Владимир Владимирович. И так поставили вопрос, что они решили никому не направлять ваше письмо, а использовать при подготовке Совета Безопасности. Вот там, где студенты некоторые, в Ленинград, в университете Санкт-Петербургском считают, что вот так надо поступить. Бывает такое. То есть, я вовсе не утверждаю, что все так по кругу ходят бумаги. Нет, бывает, что они и по спирали ходят. Но реальное влияние на общественную жизнь люди оказывают тем, что они объединяются в политические партии, которые для того и существуют, чтобы отстаивать интересы соответствующего класса. А если они думают, что они будут писать письма, бумаги вам, вот так и предложат, пишите, 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 пишите. Вот так обстоит дело, если брать эту самую политическую систему. Что мы знаем из звеньев государственной системы, что у нас есть власть законодательная, да? Это что такое? Это федеральное собрание Российской Федерации из двух палат. Нижняя палата Государственной Думы и Верхняя палата Совета Федерации. Особенно хорошо в Совете Федерации. Очень хорошо там зарплата хорошая, и есть инициативы законодательные, и каких-то особенно сложных таких обязанностей так не усматривается. Дальше у нас есть законодательные собрания в регионах. Вот у нас есть законодательное собрание Санкт-Петербурга, есть законодательное собрание Ленинградской области. У нас есть исполнительная власть. Какая? Во-первых, высшая исполнительная власть президент. Указы президента составляют норму права? Да, они обязательны к исполнению. А основной закон это что у нас? Это Конституция. А кроме основного закона у нас есть федеральным собранием применяются федеральные законы, конституционные. Для них нужно две трети голосов федерального собрания. И каждый закон проходит процедуру Дума, Совет Федерации, потом идет к президенту, президент может не согласиться вернуть обратно, а тогда федеральное собрание может с президентом не согласиться и преодолеть вето президента двумя третями голосов. Тогда президент обязан подписать. Если президент подпишет закон, проект закона, будет уже закон? Нет. Пока не опубликует, не будет. Вот когда опубликует в российской газете и в собрании законодательных установлений, вот уже тогда закон. Потому что незнание законов не означает освобождение от ответственности за их выполнение. Поэтому и так мелко и печатают в российской газете, что прочитать практически невозможно. Какая разница? Все равно вы не освобождаетесь от ответственности, если не прочтете. Можно и помельче напечатать. Дальше постановление указа президента, они ниже федеральных законов, но они обязательны к исполнению всеми. Дальше постановление правительства, тоже обязательны. А дальше приказы министров. А у нас есть коллегия министров, но проводятся решения, приказом министров. У нас есть исполнительные власти в регионах. Вот у нас, например, есть администрация Санкт-Петербурга, есть губернатор Санкт-Петербурга, есть правительство Санкт-Петербурга. Ну, в общем, это, можно сказать, одно и то же образование в трех лицах. Потому что губернатор, он организует работу администрации и правительства и по существу санкт-Петербурга. Спасибо за субтитры! Спасибо за субтитры!